Ни для кого не секрет, что сегодня в российском медиапространстве довольно сильны позиции этнических армян. Такие крупнейшие информационные агентства, как «Спутник», «Россия сегодня», «Лайфмьюз», «Регнум» находятся в руках симонян, габриллянов, оккупианов и других. Несмотря на то, что все они являются гражданами России и вроде должны строить информационную политику во благо своей страны, в действительности эти люди взяли курс на защиту исключительно армянских интересов. Причем зачастую это делается в ущерб самой России. Вот уже некоторое время в России и за ее пределами не утихают споры вокруг личности нацистского приспешника Горегина Нжде, который является национальным героем Армении. Армении дошли до того, что личность фашистского деятеля, активно сотрудничавшего с гитлеровцами во время Второй мировой войны, обелялась не только в самой Армении. Различные пропагандисты пытались внедрить в сознание россиян мысль о том, что Нжде никоим образом не воевал против СССР, а лишь выступал за интересы Армении. К сожалению, в защиту Нжде выступали даже некоторые российские деятели, которые в угоду армянам поступили с честью и достоинством. Но справедливость восторжествовала. Несмотря на вой поклонников фашиста, в Армавире была снесена памятная доска Нжде. Но судя по всему, теперь Армении решили представить россиянам в виде героя другого, еще более одиозного нацистского преступника, а именно Драстамата Канаяна, известного как Дро. И что самое омерзительное, для героизации фашистов в качестве инструмента были выбраны дети. Так, в эфире информационно-развлекательной программы «Наше утро» телеканала ОТВ, что транслируется в Челябинской области России, выступил ансамбль национальной гусанской и ашукской песни «Ширак», художественным руководителем которого является Цагик Хачатрян. Этот ансамбль действует при поддержке местного армянского культурного центра. Коллектив действует уже 4 года и его участники исполняют народные патриотические песни, а также песни армянских композиторов. В студии телеканала ОТВ ребята исполнили известную песню Агаси Испиряна «Дашнак Дро». В качестве справки отметим, что Дро в годы Второй мировой войны совместно с Горегином Нжде принял участие в формировании подразделений армянского легиона в составе вермахта, укомплектованного из числа армян-военнопленных и армян, проживающих в Европе. В 1945 году арестован американцами, но вскоре освобожден. Кстати, в своем письме Сталину сам Горегин Нжде обозначил героя Дро как предателя Родины. Приведем этот отрывок. Рискуя своей жизнью, я сделал невозможными начинания предателя Родины Дро, направленные против Армении. Я отговорил подготовленных им диверсантов отправиться в советскую Армению. А одному из них, Грайру из Мегри, я устроил побег в Болгарию, чтобы его не принудили к отправке в Армению. Как видим, даже Горегин Нжде считал Дро предателем, что, впрочем, не помешало армянам возвеличить обоих до уровня героя. Но армянам все же стоит ответить на вопрос, кто предатель – Нжде или Дро? Конечно же, армяне сами вольны выбирать себе героев. Нынешняя идеология, которая царит в Армении, такова, что кумирами считаются пособники гитлеровцев. Это их проблема. Но вот пудрить мозги россиянам, да и всему остальному миру, пытаясь представить Нжде и Дро в качестве гениальных деятелей, ратующих за мир во всем мире, оскорбительно прежде всего для самой России. Ведь если сегодня в эфире поют песню, посвященную Дро, то завтра россияне могут услышать композицию, посвященную Гитлеру, Гиммлеру или Геббельцу. А до 75-летия великой победы над фашизмом осталось менее полугода.